всем приветик теплые куртки штанах кофте на улице холодно 4 градуса а мы собрались на дачу я тут приболел немножко девчонки не обижайтесь что видео не так часто выходит мне было ни до чего рассада моя растет высаживать ее не знаю когда буду потому что посмотрела я гесметио тепла будет на дня три только где-то после 10 мая а в основном прохладно но будем высаживать надеваться что будет то и будет наверное в этом году лето не будет почему бензин 49 10 напишите сколько у вас бензин стоит в каких городах какие цены интересно ураги я пока воздержусь у меня что-то это воспалился весь правый бок я даже не могу понять сразу поплохела и давление меня шибанула и вход их жары и в холод и тошнота и все и вот пока я на диете что-то не понравилось а вы знаете съел яблоко красное потому что питалась как обычно три раза в день и вот между обедом и ужином я съела яблоко и мне вот после него поплохело что-то не знаю поджелудочный или правый бок болит вообще-то желчный не сработал вот фильтром пропила смекту пила потом сейчас аллахол пил рассматривает он наверное дырдырки продает сейчас мы хотим в питомник заехать посмотреть вишню может быть что-то понравится и купим ильинка пойдем посмотрим что там есть сегодня только передача была говорили что надо покупать саженцы со спящими почками но здесь уже смотрю листочки потому что впереди может еще и морозы быть и убить все все листочки посмотрели мы там что продают я думаю надо владимировскую выбирать короче владимировскую смотрим они все засохшие вот видите владимировская вся засохшие вот владимировская тоже смотри проводник весь засохший тоже нелегкое дело саженец выбрать а вот цветет уже вишня войлочная вишня это морозом ее убьет да саша нет не надо мы уже приморили одну нет нет а посмотри сколько нету саш 3 все засохшие не надо и 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 работе ги на даче работают морковку посадила вот сюда Здесь воткнула капусту пекинскую, она у меня уже пропадать начала, затомилась. Там две ранние меня выжили, а вот там я посадила три цветные у меня, которые выжили, мои. Если они не получатся, значит, как Жириновский сказал, чемодан-вокзал и туда. У Александра Ивановича поза, садовничая. Я думаю, корни надо, да, немножко это распрямить. Вот это, как говорится, комом не сажают. Надо, чтобы корешочки были. Прививка у нас где, Санек? Ага, все вижу. Вроде солнышко припекает, все равно как-то прохладненько. Все, сажаем? Ну ты не все еще давай. А ее все же надо? Ну, более-менее еще, еще. Сверху вот. Я боюсь, вообще корни все поотрываешь. Не поотрываешь. Ты же видел, как он сегодня показывал, даже обрезают корешочки. Они живые, корни-то хоть. Ну, и этих корни-то обрезают. Немножко, немножко, вот прям, чтобы они комом не стояли. Прям вот так вот, ага. Расслабь их. Ну, надо, копнуть не надо. Прививка у нас наверху, да? Чуть-чуть копни. Я как командир. Сопливый. Веревочку не принес? Так, смотри, как лучше. Прививка, чтобы куда смотрела? В ту сторону, вот туда. Туда? Вот так. Вот так. Саш, смотри. Вот этот ком у нас выпирает выше, чем у тебя эта ломка, да. Он уже не выпирает? Да. Все. Давай, засыпай тогда. Лишь бы только это не выпирало. Не выпирало. Война уже идет. Давай, по-молодецки. По-молодецки не получается. Здравствуйте. Так, я не сказала. Мы 600 рублей отдали за этот саженец и 550 рублей за розу. Так хорошо стало. Подсыпали под деревья удобрения. Под растюшки. Посадила розу. Тути-фрути называется роза. Все, домой поехали. Морковку посадила, закрыли пленкой. Так хорошо стало. Подсыпали под деревья удобрения. Под растюшки. Посадила розу. Тути-фрути называется роза. Все, домой поехали. Морковку посадила, закрыли пленкой. Тchaeistan. Продолжение следует... В promotного пом hem, мы все сочиняем.